Братские части, как пахнут и варежкой, и свитера, в забытом покое восхищать. Спасибо, спасибо, родная страна, за помощь любовью и силой. На несколько мгновений в киноконцертном зале Пенза ожили картины прошлого, такого трагического и героического одновременно. Все 872 дня блокады Ленинграда фашистскими захватчиками вошли в историю Великой Отечественной войны как символ стойкости и мужества жителей города-героя. Блокада Ленинграда – это очень сложный период в жизни Санкт-Петербурга, бывшего Ленинграда, когда у людей не было возможности хорошо питаться, хорошо одеваться. Отключено было все – электричество, не было ни воды, то есть люди не смогли просто элементарно помыться. А самое главное и самое страшное, наверное, это то, что это уносило тысячи человеческих жизней не на поле боя. И меня очень трогает дневник Тани Савичевой, и каждый год в школе мы рассказываем о нем, мы говорим о нем, и читаем страницы из этого дневника, чтобы помнить, что все, что нам дано сейчас, мы должны быть благодарны своим предкам за то, что все-таки мы победили. Пока бойцы сражались за эту победу на передовой, осажденные ленинградцы пытались выжить. Кусочек хлеба весом 125 граммов – такое горожане получали в качестве пайка. Он-то и стал символом акции памяти «Блокадный хлеб», который проходит по всей России с 18 по 27 января. Пенсоконцерт присоединился к акции и пригласил всех желающих на показ художественного фильма «Мы смерти смотрели в лицо». Сегодня мы пришли узнать побольше о блокаде Ленинграда, как это было трудно, как в то время выживали наши ровесники, как вообще все это было на самом деле. Мы пришли сегодня сюда посмотреть фильм, он был снят про блокаду Ленинграда, и мы хотим посмотреть, как это было трудно жить в голоде, холоде, без куска хлеба. Удивительно то, что эти 125 граммов хлеба могли людям выстоять, выжить и преодолеть неправду. Фильм, снятый по книге Юрия Яковлева «Балерина политотдела», основан на реальных событиях, произошедших в Ленинграде в конце первой блокадной зимы, и рассказывает о создании фронтового молодежного ансамбля. «Поднадобишься, по крайней мере, два года». «Два года? Ну, знаете ли». «А может, все-таки поискать профессионалов в Ленинграде?» «А вот это верно. У вас, может быть, в Ленинграде родные дома?» «У меня ничего не осталось. Значит так, поедете в Ленинград, найдете танцоров, каких вам нужно». Всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» – лишь одна из целой череды мероприятий, запланированных к проведению в Год памяти и славы, которым объявлен в России 2020 год.